Хасан Игоревич, да, вы меня слышите? Пропало издражение. Да, ты меня видишь? Ты меня слышишь? Да, Хасан Игоревич. Видишь моя картина «Вязальщица», которую ты знаешь? А всем хочу сказать, это наш Фёдор Макаров, киносценарист и сценарист, который делал тогда фильм «Ключ к мечте». А теперь мы с Федей поговорим. У меня к вам вопрос по поводу общественной дискуссии в связи с заявлением президента о том, что наша национальная идея – это патриотизм. Вот вы как считаете, патриотизм – это любовь к Родине, гордость за неё, за её прошлое, за настоящее, за великую русскую литературу, за искусство, за кинематограф, за великие победы над врагами. Но у патриотизма есть и обратная сторона, когда не только человек испытывает гордость, но когда ещё и бывает стыдно за свою страну. Вот самый яркий пример – это наша Олимпиада, когда выяснилось, что не только смухлевали с результатами соревнований, с допингом, но и вообще за взяткой, оказалось, купили проведение самих игр. И здесь можно произвести аналогию между государством и человеком. И если человек только и делает, что гордится своим великим прошлым и даже будущим, к чему нас, собственно говоря, и призывают, то это, в общем, не совсем нормально. Как вы вообще с этим согласны? И как вы считаете, какая должна быть у нас национальная идея по-вашему? Ну, это вопрос настолько сложный, потому что если люди подготовлены обсуждать недостатки свои, например, ну, человек, допустим, в развитии своём, когда он понимает свои недостатки, то он понимает, что именно и над чем надо работать. И когда у него есть образ будущего, идеал, он стремится искоренить недостатки. И вот люди более развитые, потом я могу об этом сказать, кто развит, кто недоразвит, но люди более развитые, они ищут себе недостатки, чтобы улучшать себя. А менее развитые ищут недостатки в других, это понятно, и поэтому вся ответственность сваливает на них, и поэтому и государство, наверное, в первую очередь должно искать недостатки и в себе, если оно развитое. Ну, вот в этом смысле должно быть СМИ объективное, телевидение объективное. Ну, конечно, если всё зарядить под то, что мы только себя хвалим, а кого-то ругаем, и в каждом своём неудачном случае жизни ищем чужих врагов там, и всё на них сваливаем. Развитию конец, это понятное дело, но это же все нормальные люди понимают, что самый главный враг внутри нас сидит, и Бог внутри нас сидит, дьявол и Бог. Это же есть добро и зло, о чём всегда говорят, это же, как говорится, с молоком матери уже понятно. Просто когда наступает конкретная реальность, люди теряются, особенно когда неожиданность. Неожиданность выбивает человека из привычных настроек, и у него резко повышается нервно-психическое напряжение, а когда спит разум, он рождает чудовище, он начинает себя накручивать, и тут нужна ему точка опоры, и тут могут начаться манипуляции, в зависимости от того, на что настроено общество. Успокоить его, обмануть ему, сказать, что завтра всё будет хорошо, и не выдать правильного образа будущего, а только успокоить и загнать его вообще в тупик. Или, наоборот, востребовать в нём самые лучшие положительные творческие качества, поддержать их. А развивается то, что поддерживается, что востребуется. Ну да, и поэтому патриотизм, отвечая на твой вопрос, это как раз-таки страна, которая поддерживает патриотизм в людях, это та, которая поддерживает и развивает в них созидательные качества. Мне кажется так, а просто так ходить и говорить, я патриот Родины, и ругать только всех других, которые не с ним рядом, ну там чужие страны, или что, что они во всём виноваты, это значит не развиваться. Патриотизм, поэтому, это честность к своим недостаткам, это дискуссия по недостаткам, это общественный дискурс, как говорят сегодня, дискурс о том, как исправить ошибки. Но это зависит от того, на какой стадии общество находится. развитие, или на попытке, так сказать, самосохраниться, спрятаться, как это самое, кто там у нас из птиц? Страус. Страус. Короче говоря, позиция страуса, или позиция летящего, кого летящего, вместо страуса? Орландо. Орландо. Но как вы читаете, достаточно ли патриотизма для национальной идеи? Я считаю, что патриотизм с национальной идеей как раз-таки должен быть связан напрямую. Вот то, что я предложил, вот, национальную идею, как ключевую идею, чтобы Россия свою историко-генетическую миссию начала, наконец, осуществлять, поскольку единственное, что есть у России уникальное, потому что смартфоны, ракеты, бомбовозы, это есть у всех, сегодня же 21 век. А что же уникальное у России? Ее уникальное расположение между культурами, ментальностями культур Запада и Востока, и о котором говорили и Рерих, и Бердяев, и все говорили, что в России есть миссия, чтобы, наконец, она начала осуществлять свою генетическую историческую миссию, быть посредником между ментальностями культур Запада и Востока, чтобы был мост, чтобы она создала мост, который синергирует этот образ будущего. Я там предложил, ты это видел. Что ты по этому поводу скажешь, как сценарист? Доступно это людям, или это, кажется, им оторвано от жизни? Ну, я считаю, что это, может быть, и не так просто с самого начала, но если мы пойдем по пути аналогий, опять-таки, всего мира, человека и человечества, то тогда это можно объяснить более доступными средствами. Но вообще, я считаю, что сейчас как раз именно самый актуальный момент, именно для того, чтобы, как вы говорите, синергировать, сгенерировать вот эту национальную идею. И именно вот сейчас, когда кризис, когда вирус, состояние неопределенности, и именно сейчас нам нужен вот этот знамя, или флаг, или свет в конце туннеля. Скажи, пожалуйста, Федор, как сценарист, как ты думаешь, каким языком может достучаться до человека, чтобы это было интересно всем и каждому, потому что это реально нужно всем и каждому, но язык нужен, каким языком до него достучаться, потому что если он занят сейчас, вот, например, карантин, изоляция, конкретность, деньги нужны человеку, чтобы выжить, вот данный текущий момент здесь и сейчас, как до него достучаться, какими-то высокими идеями, о том, что надо развиваться и так далее, вот каким языком, может, это нужно средствами кино, может, это нужно средствами художественной литературы, но у него нет времени сейчас, наверное, ни на то, ни на другое, ему выжить надо, как будет до него достучаться? Ну, времени-то как раз хватает, наверное, сейчас, и материальные средства, конечно, нужны, безусловно, но главное-то это же идея, главное же это цель, должна быть какая-то цель и у человека, и у всего народа. Ну, вот у человека сегодня цель выживания. Вот будучи в ситуации изоляции и выживания, в этой неопределенности, когда у него возникает в голове страх, ужас, как он будет завтра жить, и карантин может продеваться, а теперь я слышал уже, кто-то начали говорить, что даже переболевший человек, уже который как бы иммунно защищен, потом может через некоторое время опять заболеть, и это же неизвестно, это какое-то новое биологическое нашествие на человека, созданное искусственно, ну, во-первых, мы уже поняли, что не надо лезть туда, в эту генетику, это мы поняли, это первый урок, а второе, ну, как быть, теперь мы должны извлекать из этого какую-то пользу для себя, как быть в этих условиях, когда он должен выживать, достучаться до него, чем, вот у нас, например, есть школа, да, человек будущего, Homo Futurus, и мы в этой школе проводим бесплатный ликбез против стресса, для всех на карантине, ну, мне кажется, это вот один из способов, один из способов доносить человеку, как выжить, и донося, как выжить, в то же время человек, когда применяет простейшие техники саморегуляции, которые мы ему показываем, гармонизирует себя, когда он гармонизирует себя, у него и открываются те, даже спящие способности к созидательности, о которых он даже вчера не подозревал, вот это один из вариантов, в этом смысле ты одобряешься, ты же сам участник школы, человек будущего, ты одобряешь вот такой подход? Безусловно, конечно, одобряю, конечно, одобряю, и мне еще очень нравится ваша идея, не сейчас, поскольку сейчас, конечно, это невозможно провести, но в будущем, что-то вот вроде такого международного симпозиума, в котором будут принимать участие, ну, скажем так, лучшие люди, философы, и писатели, и киношники, и кто угодно, и вот здесь уже общими усилиями, общими раздумьями создать какую-то платформу. Да, и вот, чтобы они решали проблемы глобальные для человека и для человечества, при том, при том, чтобы сама страна, наше государство, выделяла на это, как на организацию Олимпийских игр, средства, потому что это же серьезная организация, чтобы со всего мира, Запада и Востока, приглашать туда людей, которых любят в своих странах, как популярных писателей, художников, шахматистов, шоэстангистов, чтобы они, как совет мудрейщин, на глазах у всех людей планеты обсуждали глобальные проблемы человека и человечества, там, включая войны, кризисы, как сохранить разум на планете, ядерные отходы, как вот это все, экологию сохранить, там, в принципе, чтобы сохранить разум на планете, но, и тогда все человечество, которое так же, как и человек, нуждается в целостности, я думаю, с интересом бы это смотрели, не только футбол, как они смотрят на международных чемпионатах, а именно окно в будущее, которое генерируют люди за плечами, которых уже есть какие-то достижения, за что их и любят, там, в своих странах, деревнях, поселках, городах, да, ну, вот тогда к России повернутся лицом люди на Западе и на Востоке, она тогда сможет даже получить оттуда поддержку и финансирование, и слез с нефтяной иглы, ну, мне так представляется, а тебе, как сценаристу, это... То есть, вы считаете, что инициатива действительно должна исходить именно от России, благодаря вот ее уникальному положению, ее уникальной ситуации, чтобы как раз стать мостом между Западом и Востоком? Ну, западный вектор, западный вектор внимания, западная оценка ценностей идет по причине материальных ценностей, всегда оценивается через материальный достаток, восточная через духовные ценности. И вот здесь вопрос, что именно как раз Россия находится между Западом и Востоком в этом смысле. Ни Китай так не может быть, ни Индия, ни другая какая-то вот страна не могут эту функцию выполнить, только Россия. И поэтому, если задать вопрос, все говорят, у нас свой путь, уникальный путь, если задать вопрос, а в чем эта уникальность, мне кажется, именно в этом. Именно в этом, что именно Россия может создать этот генератор образа будущего, соединяя вот на этой платформе международной, которую раз в год хотя бы собирались бы и смотрели телевизор, и тот же интернет, и участвовали, соучаствовали в этом. Вот этот сценарий тебе как сценаристу как... Это прекрасная идея, мне кажется, но вот у меня вопрос, достаточно ли ресурсов, скажем, даже не материальных, а вот каких-то морально-этических у России сегодняшней для этого, или это утопия? Но дело в том, что в свое время и Рерих об этом говорил, и Бердяев говорил, и другие умные, продвинутые, как говорят сегодня люди, что у России есть эта миссия, быть посредником между Западом и Востоком. Но это надо просто разглядеть и осуществить. Но если есть у человека главный ресурс, потенциал именно к этой функции, о которой говорили эти великие философы, ну так надо его начать реализовывать, а не вопреки нему что-то искусственное создавать. Ну, как по-вашему все-таки, какие горизонты могут быть у этого проекта? Во-первых, эта идея никогда не была озвучена, так, широко, никогда не была. Поэтому она никогда не была поруганной, она свежая. Самое главное, что все, что было раньше до этого, уже раскритиковано, поруганно, многократно переименовано, девальвировано и так далее, и идеи разные. А это никогда, вот самое главное же, когда страна выходит с какой-то новой идеей, которая всем интересна, всему миру. Ну, почему же тогда вот социализм начался после революции? Потому что страна заявила новую идею, которую ну, все смотрели, думали, а может, действительно можно так сделать? потому что тоже были кризисы везде, как говорится тогда писали, что Ленин говорил, или кто, что больны были все революции, беременны были революции, ну, во всем мире практически нужна была идея, и вот тогда Россия вышла с этой идеи, да, но сейчас тоже нужно какую-то идею, без идеи как можно вообще в кризисной ситуации выйти, это вообще невозможно, потому что человек же человек разумный, хомо сапиенс, и поэтому в новой идее есть ресурс включения потенциальных возможностей, и тут самое главное, чтобы эта идея была донесена, а Ленин говорил же, идея становится силой, когда владевает массами, и тогда включится действительно механизм, поэтому надо придумать как достучаться до конкретного человека, объяснить ему, что это дает, и как достучаться до всех, до всех, чтобы это овладело массами, и тогда даже в карантине, даже вот в таких трудных условиях, как и раньше, люди голодные, холодные, а строили, строили, потому что дело было не в деньгах, а дело было именно в будущем, ради чего они жертвовали жизнями, чтобы их следующие поколения могли жить лучше, да, да, ведь сколько народ подвигов совершил, включая ту же самую Отечественную войну, и так далее, ну и мне кажется, что вот это вот, дело только в языке, в языке достучаться до человека конкретного, и достучаться до общества, чтобы идея овладела массами, а сама она по себе, ты же сказал, что она правильная, потому что если мудрейшие, как говорится, люди, люди на планете не рассуждают об области завтрашнего дня, как же мы все выйдем из этого карантина, что в Америке, что в Индии, что в любом городе мира. Ну я, конечно, люблю то, что я говорю, но я не знаю, ты должен критиковать меня, понимаешь, Федя? Ты критикуй меня. Мне не хочется вас критиковать, потому что я с вами согласен, и я сторонник этой вашей идеи, хоть она может быть не то, что безумной, это, наверное, чересчур, конечно, и утопия, ну может быть, утопия, да, можно так ее назвать, но я хотел бы еще сказать, что благодаря современному, техническому прогрессу, она становится все более и более осуществима, эта идея. Вот вы сказали, что проблема языковая, она решается уже практически моментально, то есть можно онлайн переводить на многие-многие языки, и, конечно, надо ее как-то продвигать, а вот как ее продвигать, это, конечно, интересно, без государственной, конечно, поддержки, о которой сегодня говорить не приходится, к сожалению. А вот и посмотрим, это лакмусовая бумажка, вот мы посмотрим, насколько наше государство хочет, насколько наше государство действительно заряжено то, о чем говорится постоянно с экрана телевизором, что мы о вас беспокоимся, мы для вас это делаем, поэтому ходите в этих повязках марлевых, поэтому не выходите из квартир, поэтому там нещайте, мы для вас это все делаем. Ну вот мы и посмотрим, это лакмусовая бумажка для определения, находится страна в потенции развития, или нам надо все-таки всем объединяться, всем объединяться и думать, как выходить из этого положения, не путем как спастись, а созидательно, ну что надо такое придумать, как выйти из этого положения, ну мы придумаем, потому что людей умных очень много, очень много людей, они сейчас просто находятся в ситуации некой изоляции действительно, и психологической тоже, потому что в данном случае тут, ну я чувствую, я чувствую, если мы еще с кем-то поговорим на эту тему, еще с кем-то, если те, которые смотрят, как мы с тобой общаемся на эту тему, вспомнят, что у них тоже какой-то есть знакомый там, или журналист, там, или там скульптор, или человек, который просто работает в магазине, нам не важно же кто, нам главное несколько вот таких вот общений для того, чтобы все больше и больше, как круги по воде, это будет, 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 тем более наша школа Homo Futurus человек будущего работает, да, и мне недавно сказали, ты посмотришь на видео, самый человек такой, военный психолог, сказал, полковник, сказал, сначала он мне говорил о том, что ты же опустись на землю, потому что сейчас не та повестка дня, сейчас ситуация выживание, сейчас ситуация, когда, ну, короче говоря, он очень правильно все говорил, правильно все говорил, что меня приземлял, 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 а потом я его спросил, а как ты думаешь, вот наша школа, человек будущего, как ты к этому относишься, он говорит, а вот это хорошая мысль, потому что она поддерживает человека человеческое, это хорошее, и дает ему ощущение дыхания, каждый человек в этой школе, все причастнее к ней, да, чувствует тоже это, вот это говорит, хорошо, и вот когда такой критик мощный вдруг сказал, что школа человека будущего это хорошо, ну, ты представь себе, вот, то есть мы не просто говорим об образе будущего, у нас даже школа человека будущего есть, мы же для этого и работаем, ну, то есть по существу мы не просто теоретизируем и говорим, а мы уже давно делаем, мы давно делаем, теперь просто надо, чтобы круги по воде пошли, теперь нужны журналисты умные, ну, я думаю, умные журналисты есть, так что они включатся, поэтому, если кто нас смотрит, пожалуйста, подумайте, подумайте, с кем вы можете переговорить, может быть, там телевидение, может быть, там мы можем пару упражнений показать на каком-нибудь канале, который оздоровительный, для всех на карантине, чтобы люди этим пользовались, ну, синхроносос покажем, для того, чтобы легкие укреплять, для того, чтобы иммунитет поднимать, и для того, чтобы защищаться от вирусов, и восстанавливаться, если кто заболел, да, ну, много чего, и как развивать себе творческие качества, ну, это же такая тема, такая тема, которая, как воздух, сегодня нужна каждому. Я как раз уверен, что благодаря этой идее, в том числе, что мы можем перейти на какой-то новый этап развития, и государство, в том числе, и общество наше, и она как раз нужна для того, чтобы идти вперед. Так это и есть патриотизм, Фея. Согласились, да. Спасибо тебе. Как составляющая. Спасибо. До связи. До связи. До связи.